Добрый день! Это программа «Балтия» – наш тележурнал о жизни в Литве, Латвии и Эстонии. Этот выпуск у нас будет военным или антивоенным, кому как угодно. Точнее, он о противостоянии НАТО и России и о том, где в этом конфликте находятся страны Балтии. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. В этом выпуске. Ни мира, ни войны. Новая концепция национальной безопасности Латвии. Противник номер один – Россия. Это связано с геополитической ситуацией и с тем, что у России конфликт с западными демократиями. Кто на свете всех сильнее? НАТО и Россия вступили в новую гонку вооружений. Наша инфографика. Ситуация в мире кардинально изменилась в 2014 году после вторжения российской армии на территорию Украины и захвата Крыма. Победителя не будет. Возможно ли примирение Балтии и России? Интервью военного эксперта. Сейчас скажу ужасные вещи, а вы попробуйте на них не реагировать эмоционально и сразу. Так вот, главные вопросы, которыми сегодня всерьез задаются политики в Балтии – это нападет ли Россия на Балтию? Как подготовить свою страну к обороне? И будет ли Третья мировая война? Наверняка такое преувеличенное беспокойство покажется россиянам фантазией. Или, как пишут в соцсетях, горячечным бредом. Но после аннексии Крыма латышам, литовцам и эстонцам явно не до смеха. И есть еще один неудобный вопрос, который сегодня также на повестке дня. В случае нападения России, как поведут себя в Балтии местные русские? С местными русскими пообщался Владислав Андреев. Латгалия. В начале 20 века – часть Витебской губернии Российской империи. Ныне – восточная провинция Латвии, внешний рубеж Евросоюза. Но главную реку Латвии – Далгову – здесь по-прежнему называют Двиной, как в соседних России и Беларуси. А вот Двина Далгава, а за Двиной – Беларусь, поселок Друэта. Раньше здесь была переправа, паром был, когда, ну, при Союзе. Григорий когда-то окончил сельхозтехникум. Сейчас работает шофером и трактористом. На европейского фермера, по его словам, не тянет, масштаб не тот. Но свое хозяйство есть, иначе не выжить. Три коровы, один теленок, два парочернка, куры. Ну, даем молоко. Ну что, малышка, воды нету? Его коровы пасутся в считанных метрах от белорусской границы. Земельные угодья, трактористы Григория и есть часть внешней границы Европейского Союза. Григорий – гражданин Латвии, здесь родился и вырос. Политикой особо не интересуется, но свое мнение имеет. Одно из них – Крым, это Россия. Он российский был раньше, это Хрушев там его переписал. Они вернули свое. А что там Донецк, Луганск, их проблемы, они сами решили там делиться. Смотрим мы тоже телевидение. Российское смотрим, в принципе, но спутниковые тарелки. Пропаганда какая там, пропаганда. Я лично верю, что там все правильно. Казалось бы, вот он, страшный сон латвийских властей. Кто, если не он, поддержит наступление врагов с Востока? Но Григорий улыбается, зря бояться, не поддержит. Ведь родина, дом, земля, огород, коровы с телятами, да куры с цыплятами – это его Латвия. Ну, мы здесь живем, мы должны Латвию поддерживать, естественно. Мы жители Латвии, зачем нам другая страна? Угроза Москвы – реальная или мнимая для латвийских политиков весомый аргумент в политических играх. В Риге его успешно использовали и до Крыма, и особенно после. Говорят, за примерами нелояльных русских далеко ходить не надо. В России обсуждается вопрос санкций против Латвии. В этом вопросе мы должны помочь России. Это митинг русских латвийцев против школьной реформы. Перевода всех школ нацменьшинств на государственный латышский язык обучения. Латвийские СМИ обратили внимание. На марш протеста эти люди вышли под флагом России, то есть совсем чужой страны. А это длинные очереди в посольство России в Риге во время выборов российского президента. Большинство пришедших на голосование, живущих в европейской Латвии, граждан соседней России традиционно от выборов к выбору голосуют за Путина. Я давно выбор сделала, да. Уже сколько лет, я довольна и жизнью, и всем. Надо вообще сделать, как он в Китае, пожизненно, чтобы он правил пожизненно. Ура! С праздником, товарищи! Ура! И, конечно, 9 мая. Для местных русских день победы над фашизмом. Для латышей – траурная дата, когда одни оккупанты сменили других. Латвия потеряла независимость, а десятки тысяч людей – жизнь и свободу. Две общины в одной маленькой стране по-прежнему живут в разных мирах и отмечают разные праздники. День победы! День победы! День победы! После захвата Крыма зелеными человечками страх перед русскими только усилился. Тем более, часть русской общины Латвии действительно приветствовала вторжение России в независимую Украину. И в том, что многие латыши сегодня реально опасаются своих русскоязычных соседей, кажется, нет дыма без огня. Конечно, они будут на своей стороне, на русской стороне. Где же еще? Почему? Да потому, что они будут защищать своих соотечественников, как они их сами называют. Думаю, что половина на половину. Возможно, половина русскоязычных поддержит чужих, половина – Латвию. Пожилые люди поддержат Россию, а молодые, современные, которые здесь родились и выросли, они будут на стороне Латвии. Если люди сами себя отделяют от нашего общества, именно как русскоговорящие, то они отделяют себя от нашего государства и народа. А раз так, то, может, им здесь не место. На страхах людей играют все политики. Латвийские – не исключение. Вот министр обороны Латвии, стоя дома на своей кухне, объясняется гражданам, как выжить в первые 72 часа при кризисной ситуации в стране. И что у каждого должно быть под рукой в случае ЧП государственного масштаба. Радиоаппарат с батарейками, которые можно включить. Что касается одежды, носки есть, свитерок есть. Тут у меня что-то вроде толстого джемпера. Белье показывать вам не буду, но оно есть. Как есть и туалетная бумага в ванной комнате. К какому именно кризису должны быть готовы латвийцы, читается между строк. Недавно Сейм Латвии принял новую концепцию национальной безопасности страны. В ней слово «Россия» встречается более 60 раз. Концепция национальной безопасности Латвии. Россия продолжает проводить свою внешнюю политику, не считаясь с международными правовыми нормами. Россия регулярно пытается разрушить единство НАТО, повлиять на процесс принятия решений странами члена Альянса и уменьшить роль НАТО как гаранта безопасности Европы. Действие Россия определяет неизменная стратегическая цель, направленная на восстановление и укрепление статуса глобальной державы. Это связано с геополитической ситуацией, с тем, что у России конфликт с западными демократиями, а мы принадлежим к западному миру. Из-за всего этого конфликт чувствуется и здесь. Наше общество не так едино, как нам, политикам, хотелось бы. Россия использует политику своих соотечественников. Россия, чтобы повлиять на их настрой здесь, использует политику своих СМИ, которые ежедневно слушают и смотрят большая часть латвийского общества. Единственный депутат в Сейме Латвии, который голосовал против новой концепции, не желая признавать Россию главным врагом, Янис Адамсонс. В прошлом – начальник штаба военно-морских сил Латвии, шеф погранохраны, министр МВД. Ныне – оппозиционер. Мир давным-давно изменился. В чем проблема авторов этой концепции безопасности, что они где-то живут еще в прошлом веке, середина прошлого века. Что нет необходимости военным путем кого-то захватывать. Есть совершенно другие пути – давление, оказание влияния и так далее. На основе концепции национальной безопасности руководители страны разрабатывают секретный план ее защиты под особым контролем приграничной территории. Угрозы национальной безопасности связаны с военной активностью России рядом с границей Латвии, с злонамеренными кибератаками и тенденциями международного терроризма. На людей, живущих около границы, Россия также оказывает влияние в информационном и культурном пространстве. Восточные окраины страны Латгалия и есть та самая приграничная территория. А местные жители, по версии депутатов из Риги, как раз те самые люди, на которых Россия оказывает свое информационное влияние. Но Латгалия не Крым, поясняют нам жители Далговпилса, самого русскоязычного города страны. Да нет, это, конечно, смешно все. Кто будет этому верить? Это просто так, политические игры. Страха никакого, и я очень уверена, что Россия никогда первыми на кого не нападет. Меня это не беспокоит. Я войну пережила, переживем и теперешнее время. Дети мои граждане, муж у меня был латыш, так что я не имею никаких разногласий с нациями. Для меня все одинаковые. Русский дом, так в Далговпилсе называют Центр русской культуры. Рядом улица Пушкина, внутри что-то вроде музея. В одной комнате керамический Петр I, среди коллекции кжели, в другой – патриотический уголок. Все о Латвии. Отдельно помещение для православных богослужений. Здесь же стенды о войнах прошлого, коснувшихся этого уголка Балтии. А вот в новую войну здесь не верят. Для чего эти страшилки нужны? Для того, чтобы прикрыть свою несостоятельность политическую. Вот наша родина – это Латвия. И родину, как мать, не выбирают. Понимаете? И поддержим мы, не поддержим. Это приоритет и прерогатива каждого. Но мы на своей роде, и как мать мы будем любить и защищать. Какие тут могут быть вопросы еще? Правда, здесь, на фруктовых деревьях, посаженных во дворе ветеранами Второй мировой, развиваются георгиевские ленточки. В Риге, где правящие политики хотят их вовсе запретить, такого не увидишь. Это место так и назвали – сад ветеранов. А еще в русском доме проводят концерты, которые в современной Латвии услышишь нечасто. ПЕСНЯ Когда-то эту старую избу местные власти в приграничном с Белоруссией в поселке Педроя хотели продать, но передумали и решили устроить в ней музей истории своего края. Хозяин этого патефона регулярно приходит, навещает его, иногда берет на профилактические работы, смазывает, пружинку там накручивает. Жители этого латвийского поселка годами приносили сюда свои семейные альбомы, грамоты, книги, газеты, личные вещи из обихода. Теперь это единственное место в округе, напоминающее о том, что когда-то здесь кипела жизнь. С чего начинался колхоз? С первой сахи, да, саха была, пахали вручную и убирали все вручную, делали. У нас в колхозе были рысаки, да, устраивались праздники, рысистые бега, соревнования устраивались. Сейчас у нас людей мало, всего где-то около 600 человек по всей власти. Истопник – слово давно забытое, но только не в Латгалии. Вячеслав в этом музее работает как раз истопником. Каждый день приходит сюда копить печь. О новой концепции безопасности Латвии, как и многие вокруг, ничего не слышал. Половина населения уже за 60. Больше половины тут. Молодежи так нет таковой. Итак, мало народу кто тут будет, как бы ячейки какие-то сплачивать или диверсантов ловить. Отношения и к латышам, и которые живут в Латвии, никакого враждебного никогда не было. И такой, что какой-то страх перед агрессором, такого не ощущается вообще. Само правительство, возможно, Латвия так говорит. А народ, что, не считает агрессором. Ставни многих домов заколочены, избы продаются, до покупателей не найти. Из современной Латгалии чаще уезжают, чем возвращаются. Безработица и отсутствие перспектив на селе гонят молодежь на заработки. Реже – в большие города Латвии, чаще – за границу. Местную школу пришлось закрыть. Вячеслав надеется, в ближайшее время устроиться электриком. Музейная печка зимой не прокормит. Он думает о том, как выжить, где подработать, как перезимовать. Единственная для него угроза – плохое здоровье и отсутствие работы. А о других угрозах, говорит, пусть думают политики. Вы далекой от него, в прямом и переносном смысле, латвийской столицы. Владислав Андреев, Эдуард Колик, Евгений Павлов. Балтия. Чтобы понять беспокойство балтийских политиков по отношению к России, достаточно взглянуть на карту и сверить соотношение военных сил в регионе. Секретных данных здесь нет. Все цифры опубликованы в открытых источниках. О чем говорят открытые источники? Наша инфографика. НАТО, РОССИЯ и Балтия. НАТО и страны Варшавского договора. По окончанию Второй мировой войны США и СССР почти сразу вступили в новую холодную войну и фактически поделили планету на два блока – капиталистический и социалистический. Развивающиеся государства Третьего мира балансировали меж этих двух систем. С военной точки зрения в холодной войне участвовали страны, составляющие организацию Североатлантического договора, сокращенно НАТО, и социалистические страны из организации Варшавского договора, сокращенно ОВД. НАТО и ОВД на протяжении 40 лет старались сохранять военный паритет и ни в чем не уступать друг другу, что привело в итоге к гонке вооружений. Закончилась холодная война в конце 80-х с распадом СССР и всего блока Варшавского договора. Расширение и сокращение НАТО. С исчезновением потенциального противника блок НАТО стал, с одной стороны, расширяться за счет стран из бывшего соцлагеря, а с другой – стремительно сокращаться. Европейские государства уменьшили свой военный бюджет и численность армий как минимум вдвое. А группировка войск США в Европе, включая сухопутные силы, авиацию, флот, сократилась почти в четверо – с 280 тысяч военнослужащих в 1990 году до 70 тысяч в 2013. Ситуация в мире кардинально изменилась в 2014 году после вторжения российской армии на территорию Украины и захвата Крыма. Руководство НАТО было вынуждено пересмотреть концепцию стратегического развития и вновь вступить в гонку вооружений. НАТО из страны Балтии. Страны Балтии вступили в НАТО в 2004-м, но никаких иностранных военных в Литве, Латвии и Эстонии не было. НАТО соблюдал договор с Кремлем не размещать в Балтии свои вооруженные формирования. Таким образом, рубежи Балтийского региона от Нарвы до Вильнюса защищали только солдаты национальных армий. Эстонской – 5,5 тысяч солдат, латвийской – 5 тысяч и литовской – 10 тысяч. Всего 20 тысяч военнослужащих, не считая резервистов и добровольцев. Своей бронетехники и авиации у стран Балтии практически не было. В то же время по другую сторону границы находились куда более мощные формирования российской армии. Одна только псковская дивизия ВДВ – это приблизительно 10 тысяч штыков, не считая мотострелковых частей, танковых, артиллерии, ракетных войск, ВВС и Балтийского флота. Но, опасаясь крымского сценария, в 2014 году страны Балтии буквально потребовали от НАТО гарантии безопасности. И с 2015-го в Литве, Латвии и Эстонии начали дежурить американские военнослужащие. В каждой стране по одной роте, а рота примерно 170 солдат. Итого полсотни иностранных военспецов. В ответ на расширение НАТО Кремль завела формирование новых подразделений. Первой танковой армии в Западном военном округе, отдельной танковой дивизии в Бугучаре, мотострелковой дивизии в Ельне, мотострелковой дивизии со штабом в районе поселка Валуйки. Таким образом, только в Западном военном округе России сегодня несут службу уже более 400 тысяч военнослужащих различных боевых соединений. Кроме того, резко усилился ВМФ России. За последние годы на воду спущено порядка сотни боевых кораблей, фрегатов, ракетных катеров, подводных лодок, тральщиков и других видов техники. В НАТО действия России охарактеризовали как эскалацию и усилили собственную группировку войск. С 2017 года дежурить в странах Балтии стали уже не временные роты, а тактические батальоны. В тактическом батальоне НАТО около 1300 солдат, плюс боевая техника, танки, пушки, БМП. В Эстонии тактический батальон состоит прежде всего из британцев. В Латвии – из канадцев, в Литве – основа батальона – немцы. Итого, общая численность войск в Балтийском регионе на начало 2020 года, национальные силы примерно 26 тысяч военнослужащих и дежурные тактические батальоны – еще 4 тысячи бойцов. Соотношение сил в регионе явно в пользу России. 30 тысяч военнослужащих НАТО против как минимум 400 тысяч российских солдат. И глобальное преимущество России в военной технике. Такое положение серьезно беспокоит балтийских политиков, но успокаивает, что пока общий военный потенциал НАТО превосходит мощь российской армии. И обе стороны говорят исключительно о планах обороны. Так же, как это было полвека назад, в период Холодной войны. На связи с нашей студией военный эксперт из Латвии Мартин Швердинш. Добрый день. Добрый вечер. То, что говорят политики, не всегда, мягко выражаясь, соответствует реальности. А как в реальности? Россия для стран Балтии – это враг? Ну, во-первых, военные редко говорят слово враг, они говорят слово противник. У военных все гораздо проще, чем у политиков. У них противник существует всегда, иначе бы в них существования не было вообще никакого смысла. И основывается понятие противника на анализе рисков. Анализ рисков проводится на научной основе. И, собственно, из этого исходят любые министерства обороны в любой стране мира. Ну, а более конкретно, по каким данным эксперты делают вывод о том, что Россия представляет угрозу? Хорошо, это достаточно просто. Во-первых, это какие-то некие реальные ходы, реальные дела, реальная политика, реальные заявления. Те, которые образуют дискурс, так называемый политический дискурс. Это, допустим, один момент. Второе, абсолютно объективные данные о концентрации сил, о местонахождении основных сил вероятного противника. Это тоже все собирается информация, анализируется и складывается с тем, что я говорил перед этим. То есть с политическим дискурсом. Третье, наблюдается за тем, какие учения проводятся, с какими сценариями, в каком направлении, с какими силами. И какие элементы обыгрываются на этих учениях. Сложив все это вместе, можно получить достаточно объективную картину того, к чему готовится тот или иной наш сосед. То есть людям уже начинать бояться? Бояться не нужно никогда никому. Нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Это, я думаю, классики давно уже говорят об этом. У вас много друзей, родственников, знакомых наверняка. Вот что они говорят? Они действительно опасаются нападения российской армии? Чувствуют они угрозу? Дело в том, что за годы латвийской независимости, начиная с 1991 года, наши люди находились в достаточно токсичной информационной среде. И с одной стороны, и с другой стороны постоянно поступают вводные, которые не улучшают. Не улучшают, как бы так сказать, настроение. Наши люди, как бы, надо сказать, освоились. Я не думаю, что их уже что-то пугает. Я думаю, что времена боязни прошли. Теперь более такой прагматичный расчет и реальная оценка ситуации, какая она есть. Если мы посмотрим хотя бы с 2008 года на ситуацию в Грузии, на ситуацию в Украине, какая была там, допустим, в 2014 году и до сих пор, то, скажем так, людей это трогает, людей это мобилизует. Но я бы не говорил ни о панике, ни о страхе. А какие есть варианты, чтобы Россия перестала быть противником? На политическом уровне хотя бы? Легко. Когда Россия стоит нормальной демократической страной, с абсолютно, так сказать, прогнозируемыми и адекватными внешнеполитическими целями, тогда все успокоится и устроится. И последний вопрос. Русские в Балтии – это пятая колонна? Я думаю, что с каждым годом понятие этой пятой колонны будет уменьшаться и с каждым поколением будет еще больше уменьшаться до тех пор, пока полностью, так сказать, не пропадет в отношении русских в Латвии. Времена меняются. Старые поколения уходят, которые уже не изменить. Новое поколение воспитывается в определенном, так сказать, в совсем других условиях, с другими мировоззрениями. Поэтому, если на сегодняшний день еще об этом можно говорить, то в долгосрочной перспективе, я думаю, этот вопрос исчезнет. Это был военный эксперт Мартин Шверденш. Ну, а выводы делайте сами. Спасибо за это интервью. Страны Балтии и Россия – это соседи. Нравится сосед или нет, но с ним придется как-то договариваться. Правда, пока непонятно как. Это был антивоенный выпуск программы «Балтия». Встретимся через неделю на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова